Добрый день, уважаемые коллеги! Я всех приветствую на замечательном нашем прикурсе, посвященном молочной железе. И сегодня моя тема будет посвящена как раз-таки контрастной маммографии на новые ее функции. Это стереотоксическая биопсия под контрастным наведением. Несмотря на рост заболеваемости рака молочной железы, смертность в настоящее время снизилась за счет более ранней диагностики. Трипан биопсия с использованием стереотоксического контроля уже давно стала стандартом и альтернативой хирургической эксцезонной биопсии для диагностики большинства не пальпируемых поражений молочной железы. По статистике 12 из 1000 женщин проходят биопсию, если изменения обнаруживаются после маммографии или УЗИ. Бывают и такие ситуации, когда увидеть патологию с помощью маммографа никак не получается. Причиной тому же является этот плотный фон молочной железы. Относительно новой методикой стереотоксической пункционной биопсии является биопсия под контролем контрастной маммографии. Что такое биопсия под контрастной маммографией? Она представляет собой стереотоксическую процедуру, при которой с помощью внутривенного введения ее содержащего контрастного вещества и двухэнергетической цифровой маммографии у нас визуализируются гипервискулярные образования. Стереотоксическая биопсия – это малоинвазивный метод хирургического вмешательства, который заключается в получении участка ткани молочной железы с последующим ее гистологическим исследованием, когда доступ осуществляется с целевой точки внутри молочной железы с использованием пространственной схемы по заранее рассчитанным координатам по трехмерной системе. Целью этого доклада была установить точный диагноз на операционном этапе у пациента с подозрением на рак молочной железы, зонами накопления контрастного вещества при отрицательных ответах другими методами исследования. Хочется представить вам клинические случаи. Женщина 49 лет, жаловалась она на уплотнение в левой молочной железе и при ультразвуковой диагностике у пациентки был диагноз диффузный фиброаденоматоз без патологических изменений. Однако при магнитно-резонансной томографии мы видим, что в левой железе имеется зона контрастирования, гипервискулярный очаг, который хорошо кровоснабжается. На данном слайде вы видите цифровую маммографию, где никаких очагов выявлено не было. Однако при контрастной маммографии в левой железе мы видим действительно зону контрастирования, активно накапливающую контрастное вещество. Первым этапом было выполнить биопсию при помощи ультразвуковой навигации, однако это узловое образование не было выявлено на данном исследовании. Поэтому было предпринято выполнить биопсию при помощи контрастной маммографии, где хорошо виден был этот участок. Мы выполнили биопсию, и вы видите, что мы получили уже гистологическое заключение. Это инвазивный неспецифицированный рак, трижды негативный гистологический подтип. Сейчас хочется представить еще один вам случай, когда необходима именно биопсия под контрастирование. Это когда берется образец из самого подозрительного участка, а не из всех возможных. Женщине 65 лет жалуются на уплотнение правой молочной железы. При пальпации в правой железе и верхненаружном квадранте выявляется фокус уплотнения достаточно больших размеров, не связанных с подкожно-жировой клетчаткой. С диагнозом подозрения на рак она и прибыла в наш институт. На обычных цифровых маммограммах мы видим в правой железе достаточно большой фокус с нечеткими контурами, который был у нас подозрительный на злокачественное образование. При контрастной маммографии вы видите, что в правой железе не имеется никаких гиперваскулярных очагов, зато в левой железе на границе верхних квадрантов мы выявляем гиперваскулярный очаг неправильной формы. При увеличении обычных цифровых маммограммах в зоне контрастирования мы видим фокус уплотнения неоднородного характера за счет сгруппированных микрокальцинатов. При ультразвуковой диагностике в правой железе на 10 часах участок уплотнения со сниженной эхогенностью, при СДК интернодулярный кровоток не зафиксирован, с нечеткими контурами выставил диагноз локализованный аденоз под вопросом патологии в левой железе не выявлено. Так как патология в левой железе не выявлена, мы предположили, что именно этой пациентке можно выполнить биопсию под контрастным усилением. В данном случае мы хотим вам показать небольшой видеоролик. Перед проведением биопсии аппарат необходимо прокалибровать в вертикальном и горизонтальном доступе при помощи фантома. После того, как аппарат прокалиброван, мы накрываем стол для проведения биопсии. Все необходимые инструменты и принадлежности находятся на стерильном столе, а также аксессуары для биопсии. Пациенты перед исследованием дают письменное информированное согласие, так как имеются противопоказания на введение контрастного вещества. Затем мы производим разметку патологического образования на маммограмме в прямой проекции с помощью измерительной линейки. Измерения поражения относительно соскам были взяты по рекомбинированным изображениям для обеспечения позиционирования. При этом измеряют перпендикуляр от соска к грудной стенке и расстояние от интересующей зоны до перпендикуляра. Данные измерения маркером наносим на кожу пациентки. После разметки пациентки вводим контрастное вещество, так как исследование выполняется после внутривенного введения йод-содержащего рентген-контрастного препарата. Рассчитываем на массу тела. При дозировке йода 350 мл на миллиграмм на миллилитр мы рассчитываем 1,5 мл на килограмм. Внутривенный доступ осуществляется через кубитальные вены или вены тыла кисти без приверженности какой-либо стороне. Исключением пациентки с акселярной лимфодисекцией в анамнезе, которым доступ осуществляется через контрлатуральную руку. Контрастный препарат вводится с помощью инжектора контрастной среды со скоростью 2,5-3 мл в секунду в зависимости от размера установленного периферического венозного катетера и состояния вен пациента. Биопсия выполняется через 2 минуты после начала введения контрастного препарата в крайне укаудальной проекции. Доступ различный, вертикальный или горизонтальный к патологическому очагу в зависимости от локализации очага. В нашем случае вертикальный, так как у нас имеется центральное расположение патологического очага сидя. Пациентка располагается вплотную к деке маммографа, но достаточно комфортно для сохранения неподвижного состояния в таком положении около 15 минут. Это время проведения процедуры. Молочная железа фиксируется компрессионной пластиной таким образом, чтобы отмеченная ранее область на коже располагалась в центре отверстия компрессионной пластины размером 5 на 5 см. Правильность укладки и точная локализация патологического участка контролируется путем проведения первого рентгеновского снимка, который выполняет без смещения рентгеновской трубки с восьмикратным увеличением изображения на третьей минуте после введения контрастного препарата. Затем рентгеновскую трубку смещаем под углом плюс 15 и минус 15 градусов для определения глубины и залегания образования, основанная на принципе параллакса. В результате получаем две стереотоксические пары размером 5 на 5 см с увеличением. Для расчета координат патологического участка на стереотоксической маммограмме под углом минус 15 курсором отмечаем зону интереса. Затем перемещаем курсор на стереотоксическую маммограмму под углом плюс 15 градусов и также отмечаем интересующий участок. Оба маркированных участка должны находиться на одной прямой линии. Далее цель биопсии проверяется с трех точек 0 градусов, плюс 15 и минус 15 градусов. Система подтверждает, что вычисленные координаты позволяют выполнить биопсию и предлагают выбор биопсийной иглы. Перед началом процедуры осуществляется обработка операционного поля и инфильтрационная анестезия места, предполагаемого вколоместным анестетиком с помощью лазерного направляющего устройства. После введения иглодержателя перемещен в правильное положение. Мы вводим 2 мл 1% анлигдокаина для местной анестезии. Подготовленную систему пистолет-игла устанавливаем в позиционер и направляем в иглодержатель. После автоматического наведения производим забор материала. После выстрела выполняют две дополнительные стереотоксические мамограммы для оценки точности локализации. Далее иглу извлекаем из молочной железы и образец скани помещаем в емкость с 10% раствором формалина. В течение одной процедуры получают в среднем 5-9 биоптатов для гистологического исследования, извлеченных из одного и того же прокола. По окончании биопсии устанавливаем метку после стереотоксической пункционной биопсии вместо забора материала. После завершения процедуры кожу вокруг разреза обрабатываем перекисью водорода, закрываем бактерицидным пластырем. Затем к месту биопсии на 30 минут прикладываем лед. Делаем рентгеновский снимок полученных образцов ткани и направляем в гистологическую лабораторию для верификации. Очень важно знать, что для того, чтобы нам отправить материал патоморфологам, мы должны правильно интерпретировать биоптат молочной железы и их корректно заполнить направление на гистологическое исследование. Мы должны оформить возраст, анамнез заболевания, клиническую картину. Также результаты исследования по методам визуализации с описанием образования, его локализацией, динамики роста и обязательно категорию БАЙРАЦ. Мы уже знаем гистологическое заключение нашей пациентки. У нас пришел тубулярный рак молочной железы, высокий уровень дифференцировки G1 с многочисленными кальцинатами. Оценка сверхэкспрессии HER2 негативная. Рецепт рестрогенов-прогестеронов положительный к 67-10%. Что же такое тубулярный рак? Это достаточно редкое заболевание, которое встречается всего в 2% карцином молочной железы. Высокий уровень дифференцировки, как часто у них бывает, 20% встречается мультифокальность, до 57% на маммограммах мы не определяем узлового образования, что и было у данной пациентки. И часто встречаются кальцинаты, но имеется хороший прогноз. И под конец хочется показать вам еще один клинический случай пациентке 46 лет, жалобу на уплотнение правой молочной железы. При клиническом исследовании правой железе в нижнем внутреннем квадранте выявляется фокус уплотнения, не связанный с подкожно-жировой клетчаткой, подозрение на рак молочной железы. Также при ультразвуковой диагностике патологических образований не было выявлено. Мы видим, что на обычных цифровых маммограммах в правой железе в нижнем внутреннем квадранте выявляется фокус, который состоит из макрокальцината. Этой пациентке была выполнена магнитно-резонансная томография на серии МР-томограмм с динамическим внутренним контрастированием в правой молочной железе в нижнем внутреннем квадранте на фоне локально расширенных протоков определяются множественные сливающиеся между собой гиперваскулярные образования с неровными и нечеткими контурами. При динамическом контрастировании характеризуется быстрым накоплением парамагнетика с последующим выходом клевы на плата с признаками истинно ограниченной диффузии. Поэтому мы и предположили, что выполнить биопсию этой пациентки возможно под контрастированием, что мы и сделали, и видите результат. Это инвазивная карцинома правой молочной железы G1, внутренний протоковый компонент калиброзного типа и экспрессия HER2 негативная, рецепторы эстрогена прогестеронов положительные к 67,5%. Сейчас мы хотим поделиться опытом уже нашего центра, который мы выполняем биопсии с июня 2023 года. Была выполнена биопсия 31 пациентки, средний возраст 51 год, средний размер образования 10 мм. Среди злокачественных образований мы видим, что лидирует здесь инвазивно-неспецифицированная карцинома. Среди доброкачественных образований это гиперплазия, эпителия и папилломы. Что касается молекулярного подтипа, наиболее распространенным был затем тройной негативный рак и люминальный HER2, отрицательный. Для крупных внутрепротоковых папиллом и рака оказалась сложной задачей для контрастной маммографии. Оба этих образования демонстрируют аналогичный тип накоплений, и только ботоморфологическое исследование может их отдифференцировать. Таким образом, биопсия молочной железы под контролем контраста является самой инновационной техникой, которая позволяет осуществить забор материала из участка повышенного накопления контрастного вещества, может быть использована в качестве альтернативы биопсии молочной железы под контролем магнетно-резонансной томографии, но и имеет ряд преимуществ. Она дешевле, быстрее, технически проще, положительно воспринимается самим пациентами. Нежелательным эффектом проведения стереотактической пункционной биопсии является неизбежное ионизирующее излучение во время проведения навигации, однако доза их не превышает доступных норм. Таким образом, биопсия под контролем контраста может быть использована для отбора пациентов, у которых патологические изменения не визуализируются при цифровой маммографии и ультразвуковой исследовании, но которые хорошо визуализируются при магнетно-резонансной томографии и рекомбинированных изображениях с введением контрастного препарата. Спасибо за внимание. На все вопросы я могу вам ответить по электронной почте.